Из старого жилья выселили, а нового так и не дали. В такой неожиданной ситуации оказались жители Аликовского района, чей дом попал под программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Почему деньги из республиканского бюджета выделены и потрачены, а люди до сих пор так и не справили новоселье, разбиралась Ольга Пырочкина. У родственников жила зимой, а летом скоро в сарае. Там кровать, стол, там чисто было. Хурова с одной стороны, там летний у нее сарай, я в зимнем. Там все вымыло, чисто, все, порядок. Вот так с улыбкой пенсионерка Мария Николаевна вспоминает два предыдущих года своей жизни. Однако смешного в ее ситуации мало. Жить в хлеву женщине пришлось после того, как в 2010 году она осталась без крова. Дом, в котором жила пенсионерка, признали аварийным. Мария Николаевна и ее соседи получили от администрации поселений извещение следующего содержания. Администрация Шумшевашского сельского поселения просит вас выписаться в течение 10 дней после получения гарантийного письма. При этом за вами будет сохраняться данная квартира. Вы можете прописаться заново после капитального ремонта здания в 2011 году. Вы сказали, что отремонтируйте и сразу сюда же поселитесь. Тогда же администрация провела конкурс среди застройщиков. Победителем стала компания «Строймонтаж». Здание действительно отремонтировали. Поставили новую сантехнику, провели газ, заменили кровлю и стеклопакеты. Но когда уже почти все было готово, глава Шумшевашского сельского поселения неожиданно обратился в правоохранительные органы с заявлением, что «Строймонтаж» ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. А именно всего лишь отремонтировал старое непригодное для жизни здание вместо того, чтобы построить новое. С обвинением застройщик не согласился. Директор компании «Строймонтаж» заявляет, в контракте не говорилось, что компания обязана построить новый дом. Речь шла лишь о том, чтобы предоставить поселению пригодные для жизни безопасные квартиры. Предметом контракта было предусмотрено приобретение поселением квартир, не строительство, не капитальный ремонт, не что-то еще, а именно приобретение. Суть этого контракта – купля-продажа. В заявке очень четко отметили, что готовы продать жилые помещения государственному заказчику после окончания капитального ремонта. И никоим образом не вводили в заблуждение ни аукционную комиссию, ни государственного заказчика. С просьбой подтвердить, что жилье в отремонтированном доме соответствует всем нормам и требованиям, Месаутов обратился к экспертам. Специалисты заключили – дом в порядке. Износ несущих конструкций не превышает 39%. Однако у следствия другое мнение. В рамках расследования уголовного дела было проведено несколько экспертиз, в том числе четыре строительные из них, две комплексные строительные технические экспертизы, а также одна компьютерно-техническая экспертиза. По результатам проведенных экспертиз было установлено, что дом не пригоден для проживания. Его износ составляет 75%. Впрочем, правоохранители решили проверить законы с действием не только компании «Строймонтаж», но и главы поселения. Ведь подписывал муниципальный контракт именно он. По результатам проверки и обращения Филимонова правоохранительными органами была проведена соответствующая проверка, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении него по статье «Халатность», поскольку, как было установлено, муниципальный контракт был заключен с отступлениями от действующего законодательства, то есть, в принципе, был заключен незаконно. Был ли нарушен закон и что теперь делать с отремонтированным домом, будет решать суд. Когда закончится разбирательство, неясно. Ну а пока люди, которых планировалось переселить из ветхого жилья, до сих пор остаются без жилья вовсе. Ольга Пырочкина, Леонид Клейман, Республика.